Знаете, тот, кто хочет быть здоров, он начнёт искать пути, начнёт искать ответы. Но прежде всего здоровье должно идти от здоровья души, от здравия души, скажем так. Когда я стала изучать Веды, я узнала, что все продукты, все животные продукты являются продуктами невежества. Есть, существуют три гуны – невежество, страсть и благость, как в состоянии души, так и даже в продуктах. Продукты также делятся на невежество, страсть и благость. Вот, например, мёд – это продукт благости. Пророщенные зёрна – продукт благости. Но, например, варёные зёрна – это уже продукт невежества. Потому что там от этого зерна ничего полезного абсолютно нет. Это убитый, убитый продукт, то есть денатурированный. Продукты животного происхождения – это все продукты в гуне невежества. Мёртвые продукты, продукты насилия – это никак не может быть. Продукт должен быть продуктом любви. С точки зрения, вот, например, это составляет сейчас мой обед, ужин. Ну, обед в основном. Я пью один раз в день, могу два раза в день соки выпить. Сок из апельсина. Четвёртая неделя. Как видите. Итак, вот это продукт благости. Плод. Это солнечный продукт. Также, например, мясо, когда коровка кушает. Коровочка. Прекрасное создание. Доброе. Оно так любит вас. Но его люди берут и убивают эту корову. Мерзко, нагло, подло убивают. Как этот человек потом может говорить, что он любит и имеет в своей душе любовь? То же самое тот, кто поедает мясо. Он также убийца. Допустим, возьмём грубую форму. Мясо, рыба, яйца, разносчики паразитов. Ну, грубая форма. Низкоуровневый анализ. Это всё паразиты. И это всё твоя мочевая кислота. Это всё твои камни в почках. Это всё твой рак. Это вся твоя астма, аллергия, бронхиты, сопли, шмопли. Скажи спасибо мясо, рыба, яйцам. Все продукты, это называется мясо. Животный белок, это всё мясо, который продукт насилия. Потому что это мясобойня. Это бойня живых существ, у которых есть душа. Осознанная бойня. И есть люди, которым это нравится убивать. А есть люди, которые косвенно убивают. Они едят это мясо. И сознания таких людей погружаются в гуну невежества. Сознания таких людей, даже они сами думают, считают себя хорошими. Но априори нет. Их тело медленно разрушается трупными ядами. Такое тело, даже если оно живое, оно уже не живое. Оно разрушается трупными ядами. Оно гниёт изнутри. И начинается всё с такой душонки, которая хочет пожрать гнилья. Хочешь пожрать гнилья, сожри мясо, рыбу, яйца. Неужели тебя вообще привлекает? Хорошо, начни есть это в сыром виде. Без приправ, без соли, без усилителей вкуса. Без жарки, без варки. Ешь, ешь. Нет? А это я могу съесть в сыром виде. Потому что оно вкусно от природы. Потому что это означает, что это наша видовая пища. А мясо, рыба, яйца – невидовая пища. Это уже доказано всеми учёными. Я не первая. Я последняя, наверное, которая об этом говорит на данный век. Доказано уже тысячи великих, как вы любите. Потому что вы верите в авторитеты. Потому что мозгов у вас своих нет. Вам только авторитеты подавай. Дипломы, которые, как я говорила в консерватории, когда обучалась в университете искусств, дипломы не поют. Даже если ты закончил университет, это не значит, что ты обладаешь умением петь на сцене и играть. Оперный певец должен и играть, и хорошим актёром быть. И хорошим певцом. Это двойная профессия. Ещё и третья у меня профессия, как педагог. Вот я сейчас вас обучаю. И говорю, как есть. Ибо мне терять нечего. И говорю я правду. Из-за неё меня не любят. И любят. Да. Поэтому, если вы хотите обрести истинное здоровье, так как оно начинается с души, то нужно прекратить кушать мясо, рыбу, яйца. Встать перед Богом и попросить за всё прощение. Покаяться тебе нужно. И пока ты не покаешься, не начинай очищение. Пока ты не покаешься, очищение не видать, как собственных ушей. Говорю, как есть. Такие будут единицы. Поэтому единицы останутся живы. Остальные сдохнут. Ну, вам решать! Ваш выбор! Я-то чё? Я вам говорю, как есть. А вам можно дальше решать. А у меня за окном Боб Марли играет. Кто-то жарит шашлыки, а я вам здесь вот такие вещи говорю. Какой парадокс. Ужас. Продолжай! Продолжай! Иди, иди своим путём. Можешь меня не слушать. Не надо меня слушать вообще. Но меня уже кому надо. Услышали. Даже если ко мне присоединится один-два человека, я уже самый счастливый на земле человек. Поэтому продолжай. Слушайся врачей. Потом к ним придёшь. Десятый-второй раз. Принесёшь им все свои бережения. А перед Богом как ему в глаза смотреть будешь? Не стыдно? Ну, в следующий раз родишься кошечкой-собачкой. Там посмотришь в жизни. Или камнем, или деревом. Как тебе такой расклад? Мы же за всё платим. Мы же платим по карме. Всё, на что собираем. Сейчас вот любой наш поступок, он будет иметь последствия в будущем. Даже если я съем эту семечку и не предложу её Богу вначале, это считается грехом. Хотя бы перекреститься, помолиться над едой и предложить Богу. В противном случае ты будешь есть один грех. Вот такая наука. Но вам же проще не задумываться ни о чём, правильно? На хрен это всё надо? Вот всякая наука там какая-то. Я лучше доктора послушаю. Доктора послушаю, и пойду поем мяска. И выпью бутылочку Рому. Выпили, суки, Ром. Да? Пойду послушаю Ромчику. Ромчика послушаю. Ладно. Давай. Иди с Богом. Иди, только не пиши мне лучше. Если хочешь оскорбить, не бери грех на душу. Не пиши оскорбление. Тоже за это понесёшь наказание. Хочешь оскорбить, сдержись. Хочешь поддержать, буду благодарна. Примите мои поклоны за поддерживающие комментарии. Оскорбляющие? Вон дверь, вон нафиг. До свидос.